Вадочник, не надо меня снимать, я категорически против этого всего. А вы журналисты? Да не надо меня показывать. У нас есть очень большая проблема, а у нас как-то просто тело, я по уху, я слышу. Скажите, а почему нельзя снимать? А потому что я не хочу, чтобы вы меня снимали. Зачем ты меня снимаешь? Куда, куда, куда? Вы почему себя так агрессивно ведете, вы скрываете? Вадочник, я еще раз говорю, меня не надо снимать. На каком законе основания? Ни на каком, я к вам не подходил. И не надо меня снимать. Я к вам подошел. Почему нельзя вас снимать? На какой закон вы стоите? Вы не обещал. Полиция гласная и открыта Почему вас нельзя снимать? Еще кидаетесь, бросаетесь. Вы хотели только что отнять у меня камеру. У меня это все зафиксировано. Вы вообще нормальны или как? Вы нас для чего вызываете? Вы нас для чего вызывали? Чтобы скандалить с нами? А я, может, не хочу, чтобы меня девушка видел или еще что-то? Вы сотрудник полиции. А зачем вы меня вызываете? Деятельность полиции гласная. Вы понимаете? Я это понимаю. Вы нас для чего вызываете? Чтобы вы приняли у нас заявление? А зачем-то ругаться с нами? А кто с вами ругается? Не надо меня снимать. Мало ли, но мне тоже что-то не нравится. Где написано, что вы меня можете снимать? Закон о полиции откройте. Мне не надо открывать закон о полиции. Вы мне еще раз объясните, где написано, что вы меня можете снимать. Деятельность полиции является гласной. Вы мне объясните, где закон совершить. 25-я статья Конституции. Смотрите, вы ко мне обратились, правильно? Я с вами вообще не разговаривал, молодой человек. Вы сейчас со мной разговариваете. Статью 5 федерального закона номер 3, пункт 4, пункт 5. Пожалуйста, выполните. Вы выполните? Так, номер значка. Берите, может, что хотите, что я вам разбил и не разбил. Видите, вот, губу. Бальцем, да? Ну, у меня зафиксировано это. Да можете пойти хоть башкой треснуться куда-нибудь. Я вас вообще не трогал. Это полицейский это говорит мне, да? Который должен защищать меня. Так, номер значка зафиксируем еще раз. Вон полицейский, который гласный и открыт. 0,16-0,98. Так, будет написано заявление. Да пишите заявление, я тоже напишу заявление, мы сейчас снимем видео отсюда. И все это дело посмотрим. Хорошо. Кто вам что разбил и как чего. Вот, хорошо. Вы моим же телефоном, а мне губы разбил. Вам же, вашим же телефоном я разбил губы. Да. Вот, видите? Да. Я пойду потом снимать побои. Не забудьте снять побои. Обязательно. В таком случае. Скажите, вот зачем вы так агрессивно действуете? Я вам сказал, что не надо меня снимать. Почему? Я к вам нормально относился. Я тоже. А вы начинаете сами проявлять агрессию и снимать и тыкать мне телефоном в лицо. В лицо? Да. Где я тыкаю? Я снимал. А что вы делали? Я фиксировал, потому что полиция приехала. Вы даже не судите, что дистанция, в отличие от меня, полтора метра должно быть. Это написано, полтора метра. Полтора метра дистанция должна быть. На какой закон ссылаетесь? На каком закон? Давайте. Что давайте? Вы сказали А, скажите и Б по закону. Сейчас сделочку снимать. Ну-ка, кто водитель этой колесницы, который позволяет себе на тротуар остановиться? А вы сами не знаете? Не вы знаете. Какие правила? Здравствуйте. Здравствуйте. Прощай, не примите меня, пожалуйста. Ну, вот еще одно нарушение. Два обращения. Ну, какое обращение уходи, чтобы я принял? Обращайтесь. Сегодня... Вот последний день. Вот я его хочу зафиксировать. Это ваш напарник, да? Смотри, зафиксировать значок хочу смотреть. Куда он тебя ударил? У меня, у меня, у моего телефона, у кого было. А, ну тебе скорую надо вызывать, что? Вы знаете этого человека, который ударил человека? У нас в магазине находится ответственный, который сегодня заступил ответственную на сутки. Вы вот сейчас находитесь в, по сути дела, в магазине. Мне пока по двум на вашим нарушениям. Ситуация вся понятна. Ситуация... Я только подошел бы по вашему нарушению. Ситуация понятна. Абсолютно. Я только по вашему нарушению к вам обратился. Двум вашим нарушениям. Вы чего от меня хотите сейчас? Прекращение противоправных действий сейчас. Какого характера противоправных действий? Как вы думаете, вы водитель? Да. Как вы думаете, какие противоправные действия сейчас у вас? Объясните мне, какие противоправные действия. Вы осуществляете стоянку на тротуаре? Я не осуществляю стоянку. А что, вы летите? У меня был вызов. Вызов. У меня был вызов, я на него приехал. А вот, так как у нас служебный автомобиль, и прибываем мы сюда по служебным делам, мы как бы располагаемся здесь непосредственно. То ПДД можно не соблюдать, правильно? Ну, в данной ситуации здесь разрешена Сторьянка как спецтранспорт, какой мы и являемся. Так, в принципе, и разгрузки-погрузки товара для магазина. Вы разгружаете, погружаете товар, правильно? Вы видите, да, это то, о чем я говорил, да? То есть некая провокация? Конечно, провокация. Провокация на соблении закона. Водитель не знает просто ПДД у нас. Федеральный закон о полиции. Ладно, фиксим с ПДД. Федеральный закон номер 3 о полиции. Вот почему не исполняете? Я к вам обратился при обращении гражданина. Что нужно сделать? Очень приятно. Ну, конечно. Давайте, какого характера ваше обращение? Уфигеть. Во-первых, то, что автомобиль. Госномер. Ольга, 95, 86, 99. Стоит нарушение правил дорожного движения на тротуаре. Значит, был у вас вызов? Мне неинтересно. Вы примите и зареиструйте в книге учета сообщений. Далее. Полицейский с нагрудным знаком 0,5, 0,6, 7, 0, МКВ. Оскорбительно, не зная законодательства Российской Федерации. Не представляется при обращении гражданам, не называет... Интересная формулировка. При обращении ко мне гражданина я хотя бы могу удостовериться в вашей личности, увидеть ваши документы. Да? Можете? С чего вы взяли? Конечно. С чего? Потому что я должен понимать конкретно, кто ко мне обратился. Кто я? Кто вы? Да. Кто я? Кто я должен понимать? Кто? Я должен понять, кто он такой. Могли бы показать мне свой паспорт? Мог бы, но не показывал. Добрый. Представьтесь. Павлик. Мне документы нужно вашего увидеть. Точно? Да, я бы хотел... Это требование? Ну, просьба, да. Просьба. Хорошо. Так уж и быть, так уж и быть. Я вот вам выполню вашу просьбу, покажу вам. Исходительный. Да, конечно. У меня есть удостоверение вот такое. Я вам даже покажу. Нужно? Конечно. Берите. Не является удостоверением вашей личности. Ну, видите как. Да. Вы же даже не представились. Почему ваши коллеги так себя ведут, скажите? Каким образом ведут себя мои коллеги? Ну, пытаются вот нажиться на чужом имуществе, пытаются ограбить человека. Ограбить человека? Ну да. Он же пытался телефон выпить? Юлиан, он пытался телефон у тебя взять, да? А, толкнуть? Захватить не пытался, нет? Нет. Понятно. Значит, только оттолкнуть. Видите, какая ситуация. Значит, только толкнуть. То есть вы сейчас, по сути дела, оклеветали сотрудника, сказав тем, что он пытался ограбить человека. Где он? Где он? Ну, где я его оклеветал сейчас? Они сказали, что человек в форме ограбит вашего товарища. Пытался ограбить. Я так думаю, что он пытался ограбить. А ваш товарищ только что, стоя вон, нескольких метров от вас, говорит, что этого нет. Это его мнение. Я считаю, что вот когда к чужому имуществу тянутся, например, к вам за пистолет потянутся, я считаю, что у вас хотят отобрать пистолет. Вы хотите сделать заявление? Я вам уже сделаю. Все. Жду номер. Поехали, мы сейчас с вами зафиксируем все данные. Сделаем крышок вам. Вы без меня не можете зафиксировать данные? Крюшок вам дали. Мне не нужен крюшок, мне нужен номерок. Ну, получается, некая провокация, опять же, с вашей стороны. Какая провокация? Просто регистрируйте в КУСП. Правильно. Я позвоню в дежурную частью и узнаю номер сегодня. Последуйте в дежурную частью. Не, спасибо. Мне еще делать нечего, чтобы к вам ездить. В Останкинский же отдел, да? Нет. А какой тут? Ростокин. А, Ростокин. С Ростокинскими я вообще не сталкивался с вами. Ну, так что, когда я могу позвонить в дежурную частью узнать номера своих обращений? Припиши данные его и что хочет, и напишешь западок, что пишет участник. Человек скажет, что у него происходит. Вот видите, человек правильно говорит. Спасибо большое за оценку действий. Ну, конечно. Вам же три раза говорить, что надо сделать. Вы ничего не делаете. Это вот сотрудник тебя ударил губой в телефон, да? Мой телефон он хотел отбить, и своим телефоном я себе дал еще по верхнему зубу. И вот так, вот так. Он хотя бы извинился? Нет, конечно, он убежал. Убежал? Ну, его нету, да. Можно у вас на минуту? Да. Хоть надо я подошел. Да, конечно. Да ладно, что у меня. Спасибо. Я же не царь тут. Правда? Да. Это... К сожалению. Можно телефончик ваш хотя бы? Для того, чтобы мы могли вам сообщить номер. Адрес. Регистрация в КСП. Да. Давайте. Давайте номерочек, да. Значит, я пишу, что некий гражданин Павлик. Да, совершенно верно. Все как было. Все по-честному. Конечно. Павлик хочет нам предоставить некие сведения. Конечно. Я записываю. Какими вы хотели сообщить? То, что сегодня 30-го на 3-е 2012 года. Я записываю. В 18 часов 50 минут. Я заметил. Да, да, да. Я заметил. Записали? Да. Да. Как трассное средство. Ольга. 958699. Припарковано с нарушением правил дорожного движения на тротуаре. Без включенных специальных сигналов. В адресу. Ультасердия Эйзенштейна, дом 6. Так. Еще какие-то данные полиции? С нагрудным знаком 050670 МКВ. Сообщил, что он является водителем данного трассного средства. При этом я обратился к нему. Да. А он нарушил пункт 5, статьи 5 федерального закона о полиции. Все. Это все информации, которые мы хотели бы уже сообщить. Ну, можно еще написать на неоднократные законные требования, представиться. Не представлялся. Но. Нагрудный знак у вас есть? Конечно. И у вас есть. И у нас есть. А где у вас служебная книжка? Мне интересно. Куда записывать? Вам не выдают их? Служебная книжка. Была. Но. Оставлено вам отдельно. Забыто, да? Ну. Да. Все верно. Блин. Какой вы честный сотрудник. Но. Мы как бы. В любом виде. Примем у вас. Любое заявление. Спасибо. Вот. Вне зависимо от наличия или отсутствия ее. Спасибо вам. Скажите, пожалуйста, товарищ Павлик. Да. Это вся информация, которую вы хотели сообщить? Да. Будьте добры. Ожидайте в течение сегодняшнего вечера. Вот. Номер КУСП вам обязательно предоставят. Всего вам доброго, хорошего, здоровья, счастья. Спасибо вам большое. До свидания. Спасибо вам большое. Это бы, в принципе, не было бы, если бы не поступок вашего, я думаю, коллеги. Вот. Потому что это, по большому счету, мелочи. Это бы не было, если бы не ваша гражданская позиция. Вы знаете, я бы мог, конечно, моргнуть, проходя мимо, да? Но не моргну. Потому что ваш коллега убежал и, как бы… Что значит убежал? Убежал. Скажите, пожалуйста. Вскрылся. Вскрылся. Скажите, пожалуйста, товарищ Павлик. Да. Вы, как считаете, вот мы с территории отдела Ростокина у нас вообще какие-либо правонарушения происходят? И, возможно, людям действительно требуется помощь, правда? Ну да. А мы, по сути дела, тешим ваше самолюбие. А вы людей телефонами пьете. И вот здесь вот один вот сотрудник ответственный, и еще три других… Вы все должны быть ответственными. Участвовать два наряда. Правильно. Вы все должны быть ответственными. Правильно. Мы занимаемся тем, что вот… Ублажаем вас, по сути дела. Конечно, вы же нам служите. Как нас не ублажать-то? Захотим, мы же граждане, мы же власть. Захотим, закон примем, что там будете всем вообще там здороваться, желать здоровья. Ну, неправильная позиция. Почему? Ну, правильная позиция. Человеку погубить телефоном бить, что ли? Ну, серьезно, что ли? Ну, серьезно, что ли? Надеюсь, о краже, которую вот товарищ вас озвучил, речь не идет о грабеже. Вот он утверждает, что вас ограбят. А он говорил, с какой целью он это сделал? Не снимать просто. Не снимать? Да. А вот у тебя есть четкое понимание, что у него в голове, что он, может, хотел украсть или что-то еще? Ладно. Правильно же? Нет такого? Товарищ Павлик, наверное, проследуем воздел. Да езжайте, только пристегнитесь. Пристегнитесь, все-таки рекомендую вам пристегнуться. Конечно. И включить проблесковые маячки. Пожалуйста. Я же не говорю, что вот эта самая пристегка, просто в избежание, как бы, еще одной галобы на вас. И с сохранением вашего здоровья. Потому что сотрудники у нас тоже, попадая в ДТП, к сожалению, не всегда пристегиваются при этом. Был неоднократно свидетелем таких ДТП. А сотрудники пострадали. Ладно, Павлик, удачи. И вам. Счастливо. До свидания. Маячки. Ну японский бог, ну сколько можно говорить-то? Он не умеет их включать, что ли? Ну реально, вот дети идут. Вот что это, по мнению дорога, что ли, или чего? Людей объезжает. Смотрите, ну блин. Так вот, Юлиан, это у тебя губа опухла после чего так? После нападения на меня сотрудника полиции. В Ростокино, да? Да. В магазине Магниты. Вот такие последствия бывают. Ну она реально болит. На утро просыпаюсь, чуть опухше, потом пробываю. А зубом что? Зубом побаливает она, да. Почему? Ну врач это не зафиксирует зубом там. Все нормально. Если захотят дополнительную экспертизу, то обязательно обращайтесь. Слушай, а как кто-нибудь связывался с тобой после заявления? После заявления со мной связывался начальник отделения Ростокино и его помощники, а также по каким-то данным со мной связался канал 360 и хотел спросить, что это за ситуация и скинуть им материал. Ну я им скинул материал, они сказали, это какой-то негодный материал, потому что драки не было. Я такой промолчал, ну и подумал про себя. Драка с полицейскими, это как так-то? А что ты взял, что это канал 360? Представились. На этом все равно материале видно то, что нападение было, так что в любом случае либо я жду изменения от этого сотрудника под несколько камер, либо я буду доводить дело до конца до Следственного комитета, чтобы с этим сотрудничать. Ну в Следственном комитете мы в любом случае напишем, а там извинения это всего лишь смещающие обстоятельства. Потому что такое неадекватное поведение с его стороны было некомпетентно, якобы он не хотел, чтобы его девушка видела. Но наоборот девушка должна гордиться то, что человек в погонах, человек представитель власти, возможно чем-то может помочь в какой-либо ситуации. А тут такое нападение на обычных граждан, которые зафиксировали просроченную продукцию, реализацию в магазине «Магнитик». Ну в общем теперь его девушка точно увидит, да? Сто процентов. Сто процентов увидит и она уже сможет оценить его поступок. Хотя с моих слов не было никакой провокации, я просто ходил, снимал его, а он бегал от меня. А когда я к углу придрался, заснять его значок, он меня отвихнул в угол и нанес моим же телефоном мне физическую боль. То есть погубил. Спасибо, Юлиан, пострадавший от мусорского беспредела, выздоравливает. Да, спасибо большое, надеюсь это не останется просто так и обязательно заведем дело до конца. Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok